Игнат Тихонович, вот если бы у вас была бы корова, кто бы доил, вы или Надежда Васильевна? Заранее коровы нету, теперь держать я ее уже не буду Ну как сказать, я знаю сколько у наших, все доят, и мужчины и женщины А когда много коров, то с аппаратурой они уже действуют, это доильные аппараты, вот я в наших вижу Там легче переносить мужчинам, а то бы я как, никогда коровы не держал Но думаю, что если бы так вручную это доил, я бы доил мне это нуждение, то у меня руки сильные Руки-то сильные, гляди Да, я видел у вас сильные руки Так, ну а что-то вы как бы-то Вот его батюшки держал, батюшка доил корову Когда мы коров загоняли, в обед доили, сейчас не стали доить, а тогда доили, где-то корову там Ну я выгляжу, доят и на корточках-то, я им всем стульчики вот такие сделал, как у нас, видел? Сделал стульчики, сделал, да и чуть не покаялся Они подоят и бросают, а корова наступает, ломает Я тогда предупредил, их бы подоили за ограду, там их повесить Нет, я тогда пришел, пошел там ломаные, собрал и больше делать не стал И сидят мужчины доят Мы женщины приходили по себе, вот овечек держал бы, как я не держал, никогда Я мясо не ем, мне нет зачем овечки У меня такой стереотип сложился, что должна доить женщину, это как бы женская работа больше Ну да, когда много там на фермах, там доярки, а потом стали дояры Доярки Вот, нянь Вась, а кто? Среди нянек появился из армии, пришел мужчина Василий И его звали не Вась Вась У него ребятишки самые здоровые были, самые крепкие, самые сильные Вот А теперь так шить, что я тебя спрашивал как-то Я говорю, пуговица оторвалась, и что теперь? Женщина Он на фронте, Гитлер Подожди, не воюй с нами Я сбегаю домой, женщина пришел А я люблю шить, вот дорогой ехали мы Нет, ну не хода до Португалии И все-то порвался, засыпился, пуговица Я все время сидел сзади и шил на ходу Я очень люблю шить Мне это нравится Вот она валялась Или, допустим, вы идете сейчас Здесь у нас наваленные рукавички Вот такие вот, я сейчас покажу Вот такие вот рукавицы Лежат в куче Вы как? Подходите? Я вот на вас смотрю иногда Так, рваная 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 Целая, целую захватил А я наоборот Целую откидываю А рваную беру Вот она А то вчера я зашил Вот она, пожалуйста Пальчик Ты на него знаешь, как ловенький, гляди Ну? Ну вот дырочка уже появилась Ну где-то что-то не насмотрел Дальше она дырка будет побольше И все Практически здесь уже ничего и нету У меня сколько брюк висит только те, которые По земле ползают Три И во всех лежат отдельно рукавички Все подшитые Я очень люблю, чтобы был порядок Это в заплатах, но дырок нету У меня мысль пришла А как вы считаете, вот Как правильнее воспитывать мальчиков Чтоб мужчины воспитывали, а девочек женщины Или и мальчиков и девочек Как вот сейчас, как правило, женщины только воспитывают Это никуда не годится Женский характер мужчины Это уже пропаще Он вспоминает У меня папы не было А мне уже было года три-четыре Мама придет с какой-то подругой Меня поставят на стол, разденут и обсуждают мои мужские достоинства Матери А нет, с подругой придут Обе не замужние Разведенки А вот парень, я стою на столе Они меня осматривают, щупают Какой он будет Измеряются Больше заниматься нечем Никогда Я про одного считал Мужчина был Как сказать В морской пехотине, что ли Ну и израненный весь У него корсет тут сделанный И там Что-то такое Как Ну, вроде Гипса Что-то такое на груди было Ну, пришел До армии Служил Учителем был А тут пришел без дела Пришел в школу Говорит, учителей хватает Ну, вот у нас один проблемный класс такой Девятый где-то Ничего не можем сделать Никак Ну, прямо непослушные Мальчики, девочки Ну, а я возьму Ну, как, возьмите за этот класс Они вас высмеют И вы просто не придете больше Ну, там видно будет Вот он зашел в класс Здравствуйте, ребята Ого, какой пришел Там где-то Так, прошу не обсуждать А ну, встать Все встали Садись Сели Так Все По журналу буду называть Кого Чтобы вы вставали Мне надо познакомиться В это время Ветер варнул Форточка Распахнулась Окно У него галстук Вот так в сторону Еще чего Галстук на место Форточку закрыл У меня степлер Черт щелк Пристегнул А они не знают Что у них там деревянные Это корцы-то Они глаза на него такие Вот Он полная покорность Дальше начал рассказывать Какие должны быть мужчины Вот воспитывать как надо Без степлера даже Вот у меня В лагере были Мальчики и девочки Ну Я христианин Поэтому У меня свой подход Первый На первом месте стоит Целомудрие Целомудрие У нас стал Говорено это все Мальчик не имеет права Прикоснуться к девочке Даже пальцем Отдельной кельи Которая Избушки такие Там в каждой По восемь девочек Сколько Три Трижды восемь Двадцать четыре Девочки Только в этом конце А мальчики там А у них большая Вот такая скамейка Вот которая Как у нас Может сидеть Но мальчики не имеют права Даже перед кельей пройти Вот на такой скамейке Девочки точно так же Не имеют права Прикасаться к мальчикам А когда приехали Начали играть Там Там Соловей-разбойники Казаки Они девочек хватают Тащат им нравится Это дура Я увидал Отсечь Больше Чтобы я этого не видел И дальше Я уже занимаюсь Мне не надо никаких Психологов Я его вижу Сразу осажу Я благодарю Бога Это не один Не два дня Я даже не знаю Из своих Из наших Которые у нас были в лагере Кто-то развелся В лагере Дети были Дети Какие-то Это все мне родные дети Они идут в армию Нигде дедовщины не было Не садим Они знают Как себя вести А меня какой-то там Козя вашей Начальник Давит сегодня Давит Чтобы убрать Не значилось нигде Я не занимаю Ни квадратного метра Я могу людям Рассказывать Очень много Случаев Событий Вот Какой-то ролик У нас написан Путин говорил О тех Террористов Мочить будем Это сортира В сортире мочить Ну и вошло Это в поговорку Виктор Николаевич Утром То ли проспал Или еще пошел В туалет А ребятишки какие-то там Один или двое Они через щель дали Мочить его там В туалете Мочиться на него Странно Через щель Это как? Зачем? А? Зачем они так сделали? Ну это не специально А не специально? Ну они не знали кто там Да Ну это Рома Капустин Да? Подожди А не знали что там кто-то едет? Нет Он просто Пошел в туалет Ему лень было в туалет зайти Он решил дырочку снаружи А там Виктор Николаевич оказался Это написано Один брат подвязался И сделал чтобы ему было тяжелее Монахи-то они все это выдумали Как чтобы потяще было там Ну он взял отверстие Везде насверлил В стенах-то Чтобы ветер продувал Сквозняк было А какой-то монах приходил и делал На постель ему водный исход Водный исход Это Белый дом И кто-то вышел спиной И говорит Утечка из Белого дома Так у Уама Торофея же там батюшка есть Ну да Ну так интересно Что говорить Надо смотреть на результаты Я могу показать результаты Которые у меня жили Вот эта Люда Петеримова Которая Ящиком встала Сейчас барбуз дала Ты ну посмотри какая она Она как огонек горит В такие руки попала Ее не оценили здесь даже Ну там кто Я вижу нет А ей цены нету Она в бездель все успевает делать И ласковая с родителями И сестра ее такая же И сестру точно так же Который женился Он ее совсем не ценил Я тебе говорил Профухал все Что у него было здесь Из-за чего? Женский вопрос А вот дочери обе красавицы Такие А третья Матушкой стала В хорошие руки попала Ты слышал такой фаст? Геннадий Это его племянник Михаил Фаст В Томске А то есть Светлана Матушка То есть там три сестры Да? Три сестры Татьяна Вот она Такое дело Страдавица И всегда она веселая Всегда бежит всяким бабушкам Помогает она в медицинской работе А эта в деревне от Людмила Закончила заочно видимо какое-то училище По учителям Потом закончила институт Заочно Потеряйте Закончили Она свыше Нет Сейчас свободно можно Сейчас дистанционно Игнатий Никто не знал Дистанционно этого не было Сейчас я имею в виду Она работает Она с детьми Она талантлива Так вот я все-таки Игнатий Игоревич Неужели Вот почему сейчас везде женщины В детсадах женщины В школах женщины В институтах женщины Но в институтах женщин не много Это напрасно Там мужчина преподает в основном Почему такое засилие женского И как это сказывается на умах Мужчин Так скажем Понимаешь Здесь столько вопросов Какие мужчины Да пусть она женщина Закапина ли стоит Чем какой-то Разгильдяй Бабник Вот она говорит Я устроилась работать Разботала там В летной части Там где-то Ну бухгалтером Или где-то Ну бывает Вторая смена Он к ней давай приставать Там майор какой-то А потом пришел Повалил Изнасиловал Я не знаю Мужу говорить Не говорил Ну куда это Вот и мужчины Да вот Его повесить мало Ну такого не нужно Конечно Ну не нужно Теперь У тебя такое получилось А с кем ты советовался Чтобы эту Желутость себе избрать Какой у тебя стоял Перед тобой Эталон Или Пример На кого ты хотел Чтобы она была Быть похожа Эталон Знаете как вот Никакого эталона Не было А как правило Выбирает женщину Похожую на мать Знаете такое вот Это она похожа Ты на какую Характер Да На мою маму Вот это как правило Я много такое замечал Вот Что Если ты не готов Без советов У тебя На подсознательном уровне Ты выбираешь Женщину Похожую на мать А я не выбирал Вообще Я заключил договор С отцом Александром И вот такое получилось Ой 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 Я например Не выбирал Вот я говорил Что Я познакомился Там была девушкой А Тут Видимо Между собой Собрались Трое стариков Не такие уж И старики они Но хорошо ко мне Относились Помню Один Иов Сергеевич Иов Не скоро Сегодня найдешь Такого-то Вот Ну а Они у меня Собрались И говорят Ты обрати внимание На эту девушку А не на ту И указали мне ту Которая рядом Вот Она в школе была Я посмотрел А тут Случилось Так что Она начала Ученикам В школе В советское время Преподавать о Боге Одна девочка Дома Рассказала Ага Учительница В школу А в то время Это было как Ее решили право Учительства И Заниматься с детьми В детсадиках Отовсюду выгнали А мне это Бальзам Какая душа Какая душа Я тут Совсем уже А тут Стали разговоры А чтобы разговора Не было Люди любят Посудачи А мне некогда Разборки делать Я решил поменьшаться Чтобы ничего не было И все И без всякого Свидетельства А когда почувствовал У меня скорая арестует И узнал Что допускать Было только живую мать Я пошел И в ЗАГС тогда Тогда И все Что И по сегодняшний день Я не жалею Выбор Был не мой Она не любит Мне когда я так говорю Она все еще Бредит этими Что Дескать не по любви Как не по любви Как раз по любви Но только не такой Ильва Толстого Считал в воскресенье роман Катя Маслова А посчитай Это очень полезно было Я там все считал Видел И считаю Что Меня Господь вел У меня ни разу не было Вот А что я женился А зачем Никогда Она прикрыла все разговоры Щит Бронированный Где бы еще не возникло где-то А раз вокруг меня столько женщин То и разговоры есть А она вот Я не имею претензий А вы Все Где помочь Где проникнуть Познакомиться Я в тюрьме был Даже Не знаю Декабристки так не поступали Она Везде Везде успевала Где Сказать Где подать Телеграмму Где добиться встречи Где тайно проникнуть Прямо в вузы А те старики Они кто были По Вере Старообрядцы А какого По Вере Белокренинской Вот Володя Устинова Один из них Отец Александр Иванович Начальник радиостанции Рокоссовского Всю войну Это он один из них советовал Да Я бы сейчас сказал А вот мне Александр Подсунул ее Как ты говоришь Даже если бы так было Я бы никогда не сосался У меня никогда этого не было Но если бы она ушла Никогда этого не было Чтобы виновен кто-то Я бы понимал Деструктивная Самая такая Положительная Конструктивная программа Виновен я Да я согласен Виновен я Я поэтому Начинаю сегодня же Работать над собой А если кто-то виноват Это мне Ну на пути стоит А как будут работать уже Вот В плане том Что Прелюбодейка Ну В дом Не пускают Никогда Никогда Тещу я знал Я поехал На Они были в Кызыле Тувинское И там у родителей Познакомился Мать верующая А отец как мой Пример и такой же Не отрицает И так и живет Как надо Он работник У него Там золотые приз Как все там Грамот столько А мне даже Мужей нету Василий Фадеевич Фадей Отец был А мать Агриппина Евсеевна И ни разу Она не огорчила меня Тещей Никогда Вот как будто бы Мы родились друг для друга Тещей Вы Да То есть Она меня Ну Просто любила Уважала И заступалась Если жена Где-то что-то не так Она одна С ней проработает Я люблю Чтобы мы В одной упряжке Думали о будущем Работали Когда временно Что-то мне это не нравится Это все пройдет Вы что имеете ввиду В будущем? Царство небесное Но меньше не согласен И она там была И она там была Ты и ничего Я вот там помогла Там Деньги отдала Я определенную сумму отдаю Где-то она может там ходить И помогать Бабушкам Накормить Напоить Посетить Узнать Где больница Дом престарелых Это везде Мы уже Тут можем быть вместе А остальное Я все делаю сам Она Помощница А большего Это и как пожелать Не знаю Это это Я счастлив В этом И Рассуждаю так Что мы не искали Поэтому ничего и нет Это кажется У Сыщевского Есть такое стихотворение Могу найти Он говорит Торопясь От бедной жизни Брали Скорее и более Чем жизнь могла Вам дать Вы не плакали Вы не сомневались Вы еще умают Трезвостью его На новые труды И идти не подбязались Обманутая жизнь Не даст вам ничего Вот Это написано Там 150 лет назад Допустим А это Реально Обманутая жизнь Не даст вам ничего А я С жизни взял Все что только можно И нельзя И притом Ни на кого не надеялся Никогда Это слово Нельзя У меня почти не было В жизни И у меня только один вопрос А кто-то это делал То что я хочу делать Ну можно делать или нет Скажут Да это там люди с большими связями До министерства Не важно Можно или нет Хоть одному пробраться Значит я буду там А если Ни один Никогда не проходил Я и то могу Начать Это дело делать И как правило Я всегда шел не протаренной дорогой Абсолютно Страна атеистическая Ничего нету Ни Библии Ничего Я все перевел на магнитопон Ты открою Ты откроешь Для слова Божьего нету Скорость По одной дорожке Я одну дорожку туда Другую сюда Две дорожки было Но это мало Вот как разговариваем С такой скоростью Я перезапись сделал Но я не знал А в это время Один человек У старобрядцев Мы звали Алеша А на самом деле Он Леонид Леонид Ильич Как Брежнев И он В храм входит Старобрядцы Белокринского согласия В Барнауле Думанов там Отец Николай Никола И вот он С садой Агапии идет Агапия такая Передовая среди них Общается с разными людьми Вот И она говорит То за русский язык А вот в эту церковь Пахровский собор Патриархия Московская Там есть один человек Ходит Его Игнатьев с батей Он за русский язык У него все по-русски Мы были у него Мы беседовали Как он рассказывает Он говорит А как его встретиться-то А идут по партизанской У них там дом молитвенный был Идут на этом В этот день Я не знаю Зачем меня туда Ветер задул То ли к баптистам я шел На собрание То ли еще Я не пропускал ни одного собрания Баптистов Поэтому столько людей Оттуда пришло Четыре раза в неделю По два часа Я проводил в молитвенном доме Он идет А уже сумерки так А она так Я говорю Леша Четыре В четыре раза В четыре раза быстрее переписывать И можно две дорожки В одном направлении А потом две обратно В четыре раза В восемь раз быстрее В восемь раз То есть я пишу восемь часов А тут за один час Он говорит Так это не все Можно сделать С одного аппарата На десять С одного На десять Так это уже В восемьдесят раз Быстрее Но деньги нужны А в деньгах Речь не веду Я деньги найду Я сразу иду Мастерок в руки И делаю печи До умора Один день Рекорд поставил Шесть печей Отремонтировал Зашел Запнулся За порог Упал И только утром проснулся Надо учитывать Что мне это было там Лет сорок Само в силе И дальше покупаем Мы с ним ездим Он делает Доильный аппарат Как начитывать Делает мне такое Не куплено Два микрофона Передо мною Чтобы у меня перед Глазами Обзор улицы был Следят за мной Не следят Я вижу машину Как чтобы Никакие звуки не проникали В то время Никаких компьютеров Не было И он у меня Работает Мы ездим По краю По Новосибирск Люди узнали А представь себе Мне сразу Нужно было Чтобы зарядить Двести катушек А давали в руки Только пять Больше нельзя Норма В магазине Вот Бог как делает Я у Гордеева там А он работал Михаил Федорович На поливалке Ему даже Красная площадь открывалась Он поливать едет Он меня сажает В эту бочку В воду Выкачивает Я там как карась И едут в магазин Он говорит Шаболовка есть Говорит Там директор есть один Хороший директор Я ему не знаю Но познакомимся Мы приехали У него есть пленки Он говорит Больше пяти нельзя Норма поставлена Слушайте ребята А что вы хотите Пленок там много Я говорю Я насчитал Библию Златоуста Шестьдесят Две пленки Чтобы полный комплект дать Один А у меня десять Это шестьсот двадцать А вы библию могли бы достать Я спрашиваю Михаил Он говорит Сможем Вот представь Первый раз видим магазин Первый раз вижу директора Сейчас не знаю Ни как звать Ничего нету И он нам отпускает кредит Ни одного не знает Ни подписи Ничего нету Просто Зашел и сказал На складе Выдайте все что есть И мы в этот ящик то погрузили В бочку туда вовнутрь А там вода до конца то не вылез А нам так Где-то растопоршен Вот так А там дальше ниже вода плещется И эти которые Коробки то Они у меня выше стоят воды Только маленько где то как то А я вижу только Здание мелькает Как он меня везет И как привез Как мы разгружались Как хозяева испугались Ну коробки Коробки Ну библию то достали На завтра И все рассчитались Это в Москве все было? В Москве Москва Моя столица Моя Москва А тут Повезли из Эстонии Ехали Да опрокинулись Машина Пошла Там в Славевосток Откуда только не пошли ко мне Ну а у меня тут работает техника Новые магнитофоны На запас На ремонт Мастер какой? Ну допустим В магазине когда берешь Его включаешь Надо послушать Как она работает Нет Мы пришли Новосибирский Академгородок Она говорит Есть Это один магнитофон А я говорю А вон стоят А это не кондиционная А я говорю А что это такое? Ну они не рабочие Наши мастера При магазине посмотрели Их с рекламацией Их будут отправлять на завод Леша подходит Так Ну-ка дайте Они не рабочие Ну дайте посмотрим Он посмотрел Берите Я говорю Так у него даже На завод Сейчас снимем Вот эту деталь Наточим Она говорит Послушайте Мы цену сбивать не можем 320 рублей А у меня Клад 72 рубля Один купить Мне надо сколько Не пить не есть Пять месяцев Полгода А я должен взять десять Да еще основной Который Да запасные штуки три У меня 15 должно быть Это вообще не вообразить Тогда сумма Какая была сегодня Второй Он берет А они не дают Потому что они рабочие Подошли мастера И говорят Ребята не надо Тут сложное Вообще не понятно Что-то не так сделали Алеша Посмотри Второй Второй берет Третий не работает Третий Я отступил Что ж Берем то Металлолом И он кажется пять Взял Ни один не работает Это Надо было мне доверить Так я ему доверялся Такой мастер Высощайшего класса По полной цене Это Отец Гавриила По полной цене Отец Гавриила Ну я понял Так вот По полной цене По 320 Когда привезли домой Я не знаю Два дня что ли пришло Он мне привозит Мотоцикли Я говорю что все работают И на всех скоростях На всех А как я сам пошел Там это вытащил В ту втулку Которую А здесь А здесь Говорит Замкнутый провод Был на одном Трансформаторе Ну а как ты нашел то А у него схема есть Ну и что А я по частям схему разбил И в каждой схеме стал смотреть И гляжу вот в этой Срединной схеме Там где Я стал пробовать каждую И сразу Понятно У него счастье Вот тут у меня уже все пошло работать Тут и из Москвы И из Ленинграда И отовсюду Архиереи Посылают посыльник А мы стараемся оформить Люди помогают У меня много литературы было Вырезаем буквы Которые там это Допустим Стремись вверх Это картина Такая Вырезая из журнала А ко мне На санках привозили Журналы разные Картинки вырезать Дальше заклеим Укрепляем Надписи О! И подписаны И каталог еще даем Мне есть что вспомнить Притом сутками работала Если я включаю Ну допустим На 2-3 месяца Не выключаются Я сижу около кровати На полу Вот так вот прислонюсь А как только конец Она Пленка Хвостики Да стучат Я опять переправляю Записываю С одного на другое Делаю Оригинал сделан на 375 А в пленке пошли 525 Мне надо оригинал Перекрутить По одной Тянуть Тут было дело А бывает прослушивается Через второй канал Головка не та Головка которая трется Она и стирается А каждая головка Кажется 7 рублей Я сразу покупаю 15 головок Ты представляешь Какие суммы пошли И притом Ни разу Нигде Не продал Если люди привозят Чистые пленки Ну 100 пленок 100 пленок Даю записанных Я считал Сколько стоит государственное То есть я в то время Был бы миллионер Если бы брал по полной стоимости Ничего не с кого И это все потом показания были Вот бывала пленка 6.20 6.20 6.80 Кажется 6.80 20 копеек Тогда округляли до 7 20 копеек Мне На это Потому что бывает пленка порванная Или неугодная И откуда были деньги Не знаю Я когда вспоминаю это все Я как будто бы не здесь Не на этой земле был И никогда Нигде не смотрел У кого-то не получается Это не пример А другое по-другому получилось Алексей Марийцев Без лук Он летал Вот пример для меня Я находил пример везде Тогда это Нико Выщичи Никто не знал Он может быть еще и не родился Вот так И винить кого-то Вот виноват он Что я проспал Виноват он Что моя жена не такая Да сохрани Бог Даже Даже помыслит страшно У меня борьба была с женой А я за стол А она начинает бухтеть Я сразу Лез ставку в руки На молитву в угол У меня бубокий Горстанин раз пригвоздил И все Язык проглотила Я молюсь Кончил молиться Гляжу рядом стоит молиться Я за стол А она в это время опять начинает Я второй раз А третий раз уже некогда Идти на работу Бедные переживаются Пошел на работу Да с собой не взял Все Она у меня ниже травы И говорит Тише в воде ходит Так что ребята Каждый вспоминает свое Все 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 Понял? Да Все ответ получил Надо смотреть И когда В женщины Ты в первую очередь Ищи послушание Даже мало верующие Чтобы было послушание Это главное Послушание Нет Она тебе век не нужна Она тебя съест Она будет все делать по-своему Ну и потом Когда у меня были друзья А потом у них жены не слушались Этих жены я пробирал по первое число Так что она перед мужем А муж потом врагом еще не будет А для меня это ни разницы нету Я поставлю свои рамки А вот скажите Игнатий То есть женщина нуждается Чтоб ее в рамки поставили? Очень Она страшно это желает А расскажите поподробнее Как это? Откуда это? Страв Божий В природе у нее это что ли? Нет это не в природе Господь так вложил в нее? Это Бог вложил Ну вот Бог Вот она мне близкая Очень близкая женщина эта Ну как близкая Ее дочери Я их буквально из роддома приносил на руках Она православная Он баптист И вот он говорит мне жалуется Она хорошая такая Очень Очень хорошая Мы фактически ее Первый раз видел уже здесь Потеряйте Он говорит А он работяга такой Он взял потолок побелить Она приходит И что-то побелил так вот Прям полосы видать Он говорит Да я еще поперек буду Дай-ка я И начала зама перебеливать Он говорит Ну как же так Я все сделал Старался Застелил пол Нигде брызги нету И она взялась так Ему обидно Но раз он мне рассказал Значит ищет помощи Я с ней помолился Я говорю Было такое Да было Я еще не говорю Она уже я виновата Зачем тебе нужно Пусть бы он совсем этот потолок не белил Он это старался Он сделал это Развел и звездку Купил Зачем тебе лезть Ну было Кто это видит то А ты ему рубеж уже на сердце сделала Но Ну Она верующая Богобоязненная Мы с ней дружим Ну я не знаю сколько Но лет сорок с лишним Я о рамках Что значит поставить ее в рамки Примеры приведите И как она от этого так скажем Грубо говоря Ну опять же я про всех не буду говорить Я говорю о верующих Я с верующими знаю Вот она была такая Ее в рамки никто не мог поставить Никак Она приходит и А ребенок маленький А у баптистов сегодня свадьба А ну тебе то какое дело Ребенок плащет и то другое то А я хочу сходить Он говорит не ходить Она через забор перескочила и ушла Как коза Дальше Дальше так Дальше он еще не может Он молодушеву напился Напился ее за волосишки Она считала Библию Он Библию порвал То есть он вообще с катушек сошел Теперь мне уже надо работать Не по его жалобе А вообще Все на разрушение идет Я начинаю тогда На молитву Призываю людей Мы молимся Я рассказываю Ты хотела бы вернуть назад А что назад то Я на свадьбе побыла Она не понимает Ее хоть оглублей бей И она такое осталось на сегодняшний день По сегодняшний день Она сама выдумает что то И тогда она это бьет Выдумает не бывшее Совершенно А вот могло так быть И дальше могло быть Но нет этого А могло быть Ну что на это ответить то Сейчас человек не имеет страха Но с ним тоже можно Дети живут Он умер Дети живут в квартире Она дом продает И они все пошли по квартирам Кто где Ни с кем не посоветовалась Другой Другой Случай был Рождаются Ребенок где-то А там Бездетная И те просят ребенка И она отдает им Ребенка своего Ни с кем не советуюсь А дальше то Когда вырастут Ребенок то Приезжает ко мне К близкому другу А я теперь должен Как их С матерью мирить Она уже выросла Все Она приехала уже с мужем А когда Как это случилось Я в тюрьме был Меня не было здесь Присечь было некому Вот такие тоже есть Ну и тоже она В таких рамках Мы молились на дому Вот выходим Ну а тогда следили за нами Я говорю Вы сейчас выйдете Как учил товарищ Ульянов Ленин Из двери по двори В разные стороны Она обязательно Выйдет В коридор В коридор Где выходят люди И Начинает с кем-то разговаривать А соседи все слышат Вообще невыносимо Выйти надо быстро Мы потеряем Нам молиться негде будет Она этого не хотела делать Даже Значит решительно В рамках Я запрещаю больше приходить Чтобы больше здесь ты не была Иначе мы все потеряем Ах-ох Это твое дело Ты это избрала Мне нужно беспрекословно Подчинение Почему Я не о себе забочусь Как Роман Горького Максима Пешкова Максимович Об этом Мать говорит Как они вели себя Ну и что Как она реагировала Никак не реагировала Она отошла Отошла и все Встала в рамки Не встала она Отошла в свои рамки Те рамки которые нужно здесь Она не встала Тогда другие ее стали Приструнили Ты больше этого не делай Тебе запретили приходить А я хочу приходить Ну Тебе же сказали не приходить Ты уже сестры Доработали Я ее взял в рамки Наших правил Она вошла в них И вот сейчас Сказали Как у вас есть Вот потеряет Никто Ну никак не слушает Совсем Я не знаю Да Так Не знаю Вот есть один Не ходит Не ходит И все Ожесточился Ну никак Нигде не проявляется Его просто нету Вот и все Тут Каждый Случай Индивидуальный Вот Просто я вот смотрю Игнатик Что в рамки сейчас Ставят женщин Государство Вот сейчас И они То есть муж Это как бы Некое приложение Вот Для женщины А в рамки ее Ставят государство И оно и Авторитет для нее Государство Оно его слушает Оно вот И где-то Исполняет его волю Все А мужа она вот С помощью того же Государства Которое ее в рамки Поставил Она им манипулирует Она его где-то Смиряет Где-то там Грязь втаптывает Алименты Там все остальное Я вот Такое вот Вижу Но ты говоришь О неверующем А мужчины то какие Может государство Тут и помогает Тебе хоть как-то Ребенка прокормить то Почему дети такие злые Государству Нужен Манкурт Новый Манкурт Да Манкурта Что это делает из него Женщина Вот Ну тебе то какое до этого Дело то Никакого Никакого Зачем о них говорить Это неверующая Я знаю Смирение перед Богом Апостол Петр и говорит Каком смиренном мудре Сара называла Абраама Господином своим Вот как нужно вести Это все ей говоришь Где это сейчас найти И Ну Где Таких отношений Нигде Не найдешь Да Да вот рядом шаги Вот два дома В обоих как надо Ну А Леша И его брат Два брата живут А посередине мать Андрей Да Андрей Андрей Ты Ирину его видел? Ну Да Ну и что? Они иначе не отзываются Как золотая женщина Ну Слава Богу Ну Ты сейчас И что-то придумать хотел бы Андрей Я просто их не знаю Ну так Внешне я вижу Внешне А как я могу Вы-то их знаете А я не знаю С первого дня Как я могу судить Я не знаю Но я верю вам По вашим словам На любого спросить можно И Андреева родители здесь живут А она из Тонска И я никогда не видел Чтоб она была Такая угрюмая Или печальная Или по-своему Ни разу не видел Она тайно Ко мне иногда приходит Посоветовывается Вот насчет ребенка А почему он так поступает А как я должна поступить У нее совет Вот мы, говорит, ушли На службу Там он в холодильник залез Во время поста Слопал там что-то И она даже это поднимает Спрашивает Я ей отвечаю Ну ты помнишь Как снимали там На батюшке Когда день рождения Там Песченюшки разные Или что-то Сколько раз она тут присылала Ты говоришь Где Пусть мне покажут Пожалуйста Ты что-то можешь сказать Игорь Барабаш Или она не такая Да я не знаю Никого Ты его видишь Там и так видно Работают и вместе Она никуда не на шаг Ну вот Да Да А как они до этого дошли Что у них Как объяснить Они изначально такие были Или стали такие Они учились в разных институтах И где-то встречались На учат школу танцев Барные танцы Они были отличной парой Там их выставляли где-то Ну а потом Он прочитал объявление Я веду занятия В политехническом университете Он пришел Видимо ее пригласил Ну а дальше уже Они обратились Покаялись Занятия многие ведут Но этого не было Это Господь делает Еще раз Благодать Божия их коснулась И это все описано У них в книге Которая В каком-то томе Подожди-ка Да это мало того Видео даже есть Да видео там вот Минута там две-три Ну ладно Я тебе скажу Пятнадцатый и шестнадцатый том Открытым оком Зайди Барабаш Елена Анатольевна Игорь Александрович Как они познакомились Это будет очень интересно А прямо отсюда Игнатик Можно знаете Серию интервью бы хорошо взять Вот как Ну вот У счастливых семей Которые вот живут Для Бога В Боге О Господи Да Как опытом Чтобы они поделились Как вот если вы Где-то Например Рассорились Как вы миритесь Как вам удалось Сохранить вот этот мир Ладно Это уже есть Как Уже есть Они бы поделились Уже поделились Уже ролики стоят Андрея я был И у Барабашей Подробно все До последнего Холодильника Как бывает Когда как Твои вопросы Уже объясню Есть А я не видел Отзывы только Самое положительное Где ж такие люди живут То есть это некие интервью Вот такие Да да На тому прям Это люди открытые Они ничего не скрывают Но это хорошо Надо Ссылки дать К этому ролику Вот сейчас Который будет В комментариях Ссылки на эти ролики Хорошо Вот это Ну Понимаешь Я не знаю У меня даже Время на это нету Сейчас найти Надо узнать Как они называются А вы сейчас Вы сейчас Все ролики В плейлисты Да Вставляете Раньше Я их и не знал Ваши они Это семья Или Плейлист Потеряю Вкаш Или Персоны Да Можно один и тот же ролик В нескольких Я так и делаю Персоны Потеряю Все на этом Спасибо Слава Боже